Накануне на семинаре совещания, которое инициировала партия Нуратанс, обсуждался вопрос соблюдения норм налогового законодательства и применения контрольно-кассовых машин. Решался вопрос о подписании трехстороннего меморандума между налоговым департаментом, ассоциациями предпринимателей и налогоплательщиками. Подобное совещание базировалось на решениях, принятых на очередном заседании консультативного совета, которое прошло в августе. Надмем начальник налогового комитета по Карганинской области Талгат Мамаев и предложил разработать трехсторонний меморандум. С одной стороны он уменьшает количество проверок у налогоплательщиков, с другой обязывает последних работать с применением контрольно-кассовых машин, что обеспечит реальную цифру налогообложения. Мы обратились через средства массовой информации, поставьте на учет, уважаемые налогоплательщики, встаньте на учет, соблюдайте налоговое законодательство. Реакции я вам сравнительные цифры показал. И мы вышли на проверку, уже буквально практически в 100 раз больше поставленных на учет после проведения проекта. Установлена сумма дохода в размере 515 миллионов тенге, что на 212 миллионов тенге или на 70% больше доходов заявленных налогоплательщикам в декларациях самостоятельно. По результатам данных проектов установлена сумма дохода у налогоплательщиков в сумме 42 миллиона тенге, что на 21 миллион тенге или на 50% больше доходов заявленных налогоплательщикам в декларациях самостоятельно. В результате проводимой работы, по данным на 29 августа текущего года, поступление по ИПР, сдавленных неоплагаемых уисточников выплаты, по сравнению с аналогичным периодом, в 2011 год увеличилось на 359 миллионов тенге или на 32%. Документы, изложенные в трехсторонние меморандумы, вызвали неоднозначную реакцию. В возникшей дискуссии все признавали, что надо повысить культуру налогоплательщиков, но какими способами? И сможет ли стать сертификат для законопослушных налогоплательщиков, который предложили в налоговом комитете, тем рычагом, который подвигнет предпринимателей не занижать свои доходы? Это самый близкий путь движения денежных средств, бюджет и решения многих социальных задач. Но в этой версии, к сожалению, данный меморандум просто требует доработки. Это лично мое мнение. На семинаре совещания было принято решение, что трехсторонний меморандум необходимо доработать, а затем приступить к его подписанию. Сегодня мы совместно с партией Нур-Атан и ассоциациями предпринимателей проработали вопрос по заключению трехстороннего меморандума, для того, чтобы эта работа проводилась налогоплательщиками в прозрачном виде. Сегодня уже можно с уверенностью сказать, что трехсторонний меморандум будет подписан в пятницу. Сергей Высокозов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский. Спонсор выпуска новостей – компания Галакси Групп с торговой маркой Алюгал. Компания Галакси Групп вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал.